Мои детальки летали, бомбили вражеские объекты. Он не был на передовой, но помогал ковать победу в тылу. На фронт Владимира Антонова не взяли слишком мал. Работал сначала на авиационном, а позже на вертолетном заводе. Здесь своими руками он изготовил не один десяток деталей. Ну что я маленький, молодой был, конечно, что мое дело было делать, занимался сборкой. Вот честно говоря, все, что делается здесь, это не то, что я в стороне был, а самое непосредственное участие. Гордый завод и легендарный бомбардировщик По-2. Больше 11 тысяч таких самолетов было выпущено в годы войны. Вражеские войска прозвали эту машину «Ночная смерть». И не зря в темное время суток этот самолет вылетал и на минимальной высоте сбрасывал до 350 килограмм бомб. История КВЗ начинается с 1940-го, с начала войны. Ленинградский авиационный завод закрывается, рабочих эвакуируют в Казань. Здесь их соединяют с тружениками завода обозных деталей. Первым эшелоном в республику приехала Евдокия Овчинникова. Воспоминания тех дней она часто рассказывает своей сиделке. Когда они сюда из Ленинграда ехали в Казань, то есть их бомбили, они постоянно выходили, скажем так, из поезда. Вот, прятались, потом снова садились. Вот, в общем, прошла всю войну. Мужчины на фронте, за станками женщины и дети. Истории подвигов тружеников тыла хранят правнуки и внуки. Дедушка рассказывал, что даже не уходили домой ночевать, чтобы не приходить утром. Спали у станков. Победа ковалась на передовой и в тылу. Добывалась в партизанских отрядах и в подполье. Мы в неплатном долгу перед теми, кто погиб на войне. С фотографиями в руках и благодарностью на устах. На вертолетном свой бессмертный полк. На снимках герои, чьи стальные птицы на крыльях принесли победу в своей родине. Алина Бережная, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.